Модный приговор Несравненная Эвелина Хромченко От такой же слышу Надежда Бабкина, защитница Всея Руси, народная артистка России Сегодня с нами Ну а вести модный суд Буду я, ваш покорный слуга, историк моды Александр Васильев Приступим поспорее Разве она похожа на девушку? Я не могу сейчас на себя в зеркало смотреть Я ненавижу свое отражение Эвелина Мне кажется, сегодня вам в утренний кофе Что-то подсыпали, Александр Причем еще мне кажется, что кофе вы пили Вместе с Надеждой Абсолютно Итак, и сегодня мы слушаем дело О голубом берете Виолетта Младеевская Обвиняет свою дочь Александру Наумову В том, что она Забыла о настоящем женском долге Также в студии присутствуют друзья и близкие нашего героя Ну что ж, Виолетта, прошу вас, подойдите к микрофону АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Виолетта Вы действительно считаете, что ваша дочь Совершенно забыла о своем истинном предназначении? Конечно Вы посмотрите на ее вид Она постоянно сейчас ходит В спортивных костюмах В военной форме Одевает кроссовки Кеды Берцы Разве она похожа на девушку? Конечно, похожа Посмотрите, в розовые Понимаете, в розовые курточки Красота Длинные волосы Абсолютно Леснички длинные А потом, вы знаете, мамочка, у вас тоже ведь цвета хаки? Я хочу сказать то, что когда она похудела со 110 килограмм до 56 Да прелестно, молодец, умница Она стала выглядеть как девушка Она и сейчас очень стройная А вы вот похожи на таможенницу И мы боимся, боимся Боимся, боимся А сейчас она поправилась И посмотрите, она положилась на руки А зачем нам об этом говорить? Слушайте, она поправилась Так она прекратила за собой следить Поэтому она и ходит Ешь все на здоровье, молодая еще Потом саму все расставит Да она красавица Нет Мама на нее просто танком едет Нет Итак, скажите, пожалуйста Александра, вы согласны с обвинением мамы? Нет, я категорически не согласна с обвинением мамы Потому что Нет, я не спорю Платье, юбочки, это все должно быть Должно быть, конечно Но сейчас на ту фигуру, которая у меня Я не вижу себя в этом А у вас красивая фигура Зря вы не видны А насколько красивая она была, когда было 56 килограмм? А вы знаете, мы все были Вот я, например, раньше весел Малышуха она, каким был? Послушайте Раньше я весел 3,5 кг Когда родился А сейчас он больше А сейчас много больше Поэтому что вспоминать? Вспомнила бабушка девичью вечеринку Да Итак, дорогая Я предлагаю посмотреть на вещи И поскорее Вечер в студию Пожалуйста, Евелина Разберите этот гардероб Будьте добры Мне кажется, сегодня вам в утренний кофе что-то подсыпали, Александр Да Причем еще мне кажется, что кофе вы пили вместе с Надеждой Абсолютно А мы не расставались с вчерашнего утра Никогда Абсолютно Потому что В случае, если бы не это маленькое обстоятельство Конечно, посмотрев на такой камуфляжный костюм в комплекте с такой прелестной девушкой Мои соведущие бы сказали Да что же это за кошмар, да это же безобразие Она же такая хорошенькая, она такая женственная Где платье, где платье Ужас, ужас А тут, понимаете, да? Поделитесь потом рецептом Что у вас там был за зверин такой Если говорить, предположим, о теме женственности в гардеробе нашей героини То здесь тоже тема такая, получается, двусмысленная Вроде бы розовый, вроде бы транспарантный А тяжело представить себе, что носить вот эти вот замечательные кофточки можно без чехла Причем наша героиня стремится ко всему такому очень экстремальному Да, вот видите? Это сзади, это впереди И всегда жарко, это все вентиляция А в качестве альтернативы всему этому у нее такие зальные, армейские, для беговой дорожки варианты Девочке не в чем сходить на свидание, понимаете? Потому что если она придет на свидание вот в этом, свидание может закончиться мордобоем Причем с ее стороны, ибо ни один нормальный мужчина против такого прозрачного намека не устоит Ручки потянет, а у нас эта девочка приличная, понимаете? Она этого не позволит Спортсменка Сами понимаете, хук левый у нее будет сильный АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу вас, Надежда, опросите нашу подсудимую Сашенька, я не знаю какие тут обвинения АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У меня папа служил в срочной службе в воздушно-десантных войсках Я им очень горжусь, он прошел две войны У меня мама в свое время служила в армии, они оба офицеры Поэтому для меня это очень важный момент И плюс я занялась парашютным спортом в 2011 году Я раз прыгнула, два прыгнула, затянула И поняла, что это для меня На данный момент у меня 30 прыжков 30 прыжков Молодец, заканкаю, господи Я два раза прыгнула и сказала, хватит Красота красотой, но жизнь дороже А я не одного Но жизнь дороже Приходите к нам прыгать Нет, а мы что не будем Сашенька, это кому адреналина не хватает Они обязательно туда идут И, значит, вот этот дух патриотизма, он в тебе просто практически с самого рождения И у тебя есть вот этот голубой берет, да? Да, мной заслуженный, именно заслуженный Ага, то есть никто не подарил, а именно ты его заслужила Конечно Так что у меня тоже есть, но у меня, правда, подарок голубого берета И тоже у меня была такая встреча с ВДВ, именно в день ВДВ Удивительная, неожиданная Ребята не сразу распознали, кто я Просто предмет увидели, юбку, платье И начались контакты И контакты нелицеприятны В результате я вынуждена была с ними дойти до фонтана Туда войти и сказать Ребята, мне вообще не проблема Сделать вот такие вот шаги и так далее Но сегодня ваш праздник И я за вас радуюсь И гуляйте себе Почему должен каждый встречный С вами обязательно разделить эту встречу Ну, в общем, потом мы разобрались Поулыбались И один мне четко совершенно подарил свой берет Извинился, сказал Извини, Надежда, но мы тобой гордимся, восхищаемся Вот тебе наш берет Как, то есть, некий пропуск В любую ситуацию серьезную Голубой берет, это есть некий пропуск Вот, поэтому я тебя понимаю И понимаю, что ты его заслужила Не просто получила в подарок Это очень серьезно Виолетта, ну, а как вы отнеслись к выбору Вообще, вы это, ваша семья Вот, в частности, ты как мама Как ты отнеслась к выбору профессии дочери? То есть проблем не было никаких, да? Вы знаете, я очень горжусь, что моя дочь Пошла отдавать долг своей родине Так же, как отдавала его я и наши предки Один из дедов в Великую Отечественную войну пропал без вести Второй дед погиб геройски Защищая под Смоленском деревню Нестеры И погиб, это Борис Александрович Кривельский В честь него была построена школа И назвала его именем Прекрасный, браво Прекрасный, в советское время Пионерские организации Его имя носили То есть вы потомственные военные И в деревне Нестеры есть улица его именем Прекрасно, это очень важно Потому что в этом состоит вся история наша Я ведь с детства мечтала быть военной И она пошла Она напоминает мне Меня В молодости, в детстве И я узнала впоследствии Что оказывается, это не просто так Что я хотела идти в армию Пошла в армию Это гены А генетика идет еще от царя От Петра Первого Еще наши прапрапрапрадеды Были военными, были генералами И отдавали долг Защищая наше Отечество Я хочу так же сказать Возможно у нее не только гены Но ведь она с детства Так как я тоже служила в свое время В спецназе В спецназе Да, 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 это понятно И выполняла обязанности начальника учебного корпуса Учебного Молодец В спецназ И с детства она со мной ходила Частенько была На все тренировки и уроки, да И поэтому ей занимались солдаты Ну а что солдаты делали? Катали ее на оборонетранспортерах Показывали автоматы Оружие Слабо, что этим ограничилось Ну это С детства Это хорошо Она проходила службу Наверное, поклонников было немерено И просто отбою не было Так что ли, Саша? Ну поклонники были всегда Скрывать не буду Что в мои там 110 килограмм В 76, в 56 Сейчас они есть Но качество разное А на службе нет Ни в коем случае Это запрещено Об этом даже никто не думает Ни мысли ничего Никогда То есть они в вас женщину не видят Это я им боевая сестра Они мне боевые братья Да Кто так решил? Мужская часть Или женская? Я, наверное, говорю от себя больше А что они там думают? Я не знаю Всегда женщина Конечно Конечно женщина Это правда Глубокая расчистка Думать по-другому Да Я абсолютно убеждена И Саша в этой ситуации молодец Она очень скромна Несмотря на то, что она вся сосредоточенная И вся состоит практически из внутреннего мускула Но тем не менее Я хорошо понимаю Отдаю через себе отчет Что в вашей семье При рождении, скажем, тебя, мамы И так далее Так как это преемственность Такая традиция Течет кровь патриотизма Вы пронизаны этим Ты должна понять Самое главное Что ты прежде всего женщина И должна в себе полюбить Вот это женское начало Поверь мне Оно гораздо сильнее Мощнее Чем любое мужское Не о присутствующих я говорю Но каждая женщина Про это очень хорошо знает Я тебе желаю успеха Переодеться Полюбить себя И восхититься С собой И поверь мне Результат незамедлительный Спасибо большое Надежда Продолжение этой истории А также Модные советы Совсем скоро Это программа Модный приговор На Первом канале Александра Вас ждут вопросы Евелины Хромченко Приступайте, пожалуйста, коллега Саша, вот насколько я это понимаю Из нашей беседы в студии Ваша главная борьба Это борьба с лишним весом И вы ее ведете долго Начиная с самого детства Скажите, а вот это вам зачем? Вы же в то же время говорите о том, что Вы более-менее комфортно себя чувствовали всегда И поклонники у вас были всегда Вне зависимости от того, сколько вы не весили Это было раньше Я сколько себя помню, я с детства была Полненькая, пухленькая Нет Да, ну вы не видели Одиннадцатый класс Выпускной я заканчивала Во мне было 97 килограмм На мне было такое розовое забавное платье И сейчас вы в розовом Это вас любили Цвет не изменился Меня одноклассники даже прозвали Ого, пожарная машина У меня же прическа была с таким начесом Это было Как у меня Круче Еще круче Однажды в новогодние праздники Мы с подругами Решили поспорить Я не помню, с чего этот спор начался Но спор заключался в том Что за неделю нужно похудеть на 5 килограмм Я спор проиграла Я не похудела на неделю за 5 килограмм Но с этого момента началось мое похудение Шло легко Весь секрет Правильное питание И физические упражнения Спорт Знамо дело Я не худела быстро Я худела Я в итоге с 110 до 73 Похудела за 2 с чем-то года Это шло медленно Потихоньку Все убавлялось Молодец Молодец Но чем я становилась худее Тем у меня рождалось Стройнее Стройнее Стройнее, прошу прощения Больше комплексов Я смотрела на себя И видела вот эту толстушку И вот в 73 Однажды мне один знакомый Молодой человек Что бы его Сказал, что Нет никаких норм и критерий веса Если ты себе нравишься в зеркале Значит у тебя все в норме А если нет, нет И я смотрела и понимаю Что я себе не нравлюсь И тогда я решила Что что-то надо Вот прям категорично делать Но так как худела уже 2 года Вот это уже просто Правильное питание и спорт Организм привык Не помогало Я занялась тем Чем нельзя заниматься Я начала голодать Я 73 на голодовке Буквально за 2-3 месяца Сбросила до 56 Кошмар И мне это нравилось Все мне анорексичка Анорексичка Что-то может понравиться Простите, при росте 178 Да, именно кожа и кости И мой идеал фигуры Это анорексичная красота Слушайте, ну на самом деле Действительно здорово Что вы вовремя как-то Вот взяли голову в руки И обрели нормальный вес Для вашего роста Нет, я не взяла себя в руки Нет, не взяли И в отношении этим голоданием Я нарушила свой метаболический процесс А, все понятно Я продержалась около пол Ну полгода я держалась Но я просто уже ничего не ела И в итоге Я питаюсь обезжиренными творожками Ну да, салатиками Да, вот эти вот салатики Неправильно И все И я начала толстеть от обезжиренного творога Правильно, вот это правильно Не надо это есть обезжиренное Я это поняла, что молочка, лактоза Я вот начала экспериментировать Говорят, дробное, частое питание Я начала дробно-часто Так меня вообще разнесло Как это нужно уже с точки зрения медицины налаживать И с точки зрения... в голове Диета это не отсутствие еды Это система питания Вы в вашей сегодняшней норме Выглядите просто великолепно Вам что сейчас-то не нравится? Нет Великолепно было тогда Все же Не изменишь из меня Вот этот мой Моя приверженность К анарексичной фигуре Мне нравились эти И платьица на вот этой фигуре Смотрится шикарно Ну Я не могу Сейчас на себя в зеркало смотреть Я ненавижу свое Своё отражение Эвелина А вы верите, что она психолог? Нет Вот об этом и речь Поверьте Размер В смысле того, чтобы восхититься своим отражением Он значения не имеет Можно подобрать прекрасное платье для 56-го размера В котором женщина будет богиней Можно подобрать ужасное платье для 44-го размера В котором невозможно будет на женщину смотреть И будет казаться, что она просто какая-то корявая корга Все зависит от того, правильно ли ты платье подобрала Ты всегда нормальная Ты всегда красивая Это закон основной Ты всегда правильная Неправильное платье Спасибо большое, Эвелина А у нас с вами настало время модных советов Появлением авиации Атрибуты летных костюмов Не раз вдохновляли дизайнеров На создании коллекций с летными элементами Модницы всего мира Не раз примеряли на себя Элементы экипировки летчиков Очки-авиаторы Кепки Бомберы Комбинезоны Все это снова приобрело популярность Какие авиамотивы В моде в этом сезоне Увидим очень скоро А сейчас я приглашаю в студию Нашу гостю Певицу Солистку группы Айова Екатерину Доброе утро, Екатерина Здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, к какому стилю одежды Вы отдаете предпочтение? Ой, у меня постоянно что-нибудь новое появляется Потому что Ну, потому что такая работа Утомительно Каждый раз новая одежда Я не знаю, да Тяжело, в общем, да Не знаю, ну, что самое любимое Это, конечно, пальто Молодые дизайнеры питерские меня очень вдохновляют Здорово Мы сейчас в Питере живем И благо там очень много потрясающих дизайнеров Недорого и очень красиво Ну что ж, спасибо большое А сейчас все внимание на главный подиум страны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Екатерина, вам понравилось этот дефиле? Потрясающе Мне хочется давно курточку кожаную Я никак не могу найти себе подходящую Ну вот, видите, может быть, повод договориться с нашими стилистами Они вам дадут адресок Прошу вас, Эвелина Прокомментируйте образы этих милых девочек Честно говоря, милитаристиль никогда и не выходил из моды И по подиумам радостно маршируют Девушки, которые выглядят так, как будто бы служат в самых разных родах войск Наши стилисты сегодня сфокусировали свое внимание на авиатиме На воздушно-десантных войсках Но, так или иначе, не вдохновлять пример нашей сегодняшней героини, конечно, не может Однако, я должна сделать здесь акцент Вот благодаря этому дефиле очень четко видно Что хорошо для подиума, а то невозможно для жизни Будьте добры, пожалуйста, покажите ваш комбинезон Если говорить о подиуме, то, конечно, вот такая доза милитария, она смотрится очень лояльно Ну а если мы вот такую девушку отправим на асфальт То все подумают, что она сбежала с армейских учений Что она в армейской форме, а на самом деле это не так Поскольку в армии посмотрели бы на нее, ну, знаете, как на человека Который пытается примазаться Вот самые правильные слова для этого Не имея на то никаких оснований Что же делать с таким комбинезоном, который действительно в большой моде в нынешнем сезоне? Ну, разумеется, надевать его со шпильками Надевать его с открытыми босоножками или ботильонами Разумеется, не дополнять такой комбинезон всевозможными значками Которые не имеют к твоей жизни ни малейшего отношения Потому что ты их не заслужила А дополнять их брошами, какими-то вполне фантазийными Которые очень хорошо впишутся в этот выцветший хаки Дополнять сумкой, очень женственной И работать на единстве и борьбе противоположностей Большое вам спасибо Пожалуйста, возвращайтесь Вот еще у нас такой один стойкий оловянный солдатик Будьте добры, пожалуйста, продемонстрируйте ваш кассир Наши стилисты сегодня с удовольствием играют в солдатики Но, конечно, когда вы будете повторять их подвиги Пожалуйста, не забывайте, что в нормальной человеческой жизни достаточно только одного предмета Из вот этого комплекта Либо пилотка, либо военная курточка, либо брючки, либо сапоги Все вместе это уже красная шапочка Что же касается того комплекта, который мы видим здесь То его, разложив по составным частям, действительно можно увидеть на разных подиумах Потому что эти элементы, они хорошо комплектуются с одеждой в очень разных стилях Камуфляжные брюки, в данном случае очень напоминающие лосины Будут очень хорошо смотреться с нейтральными вещами БСБЖ Что-то в стиле Леди Лайк очень хорошо подойдет этим воинственным брючкам Ну а что касается жакета, то в случае, если его лишить всех нашивок и значков То он тоже ничуть не проиграет Большое вам спасибо, пожалуйста, возвращайтесь Будьте добры, пожалуйста, покажите ваш комплект Ну вот в данном случае, если в вашем арсенале есть ботинки, похожие на мужские Есть ботинки, похожие на гранжевые То вы все время думаете, как бы их комплектовать Помимо длинной юбки, свитера или тельняшки Которые очень хорошо вписываются в понимание этих ботинок Вот в данном случае наши стилисты укомплектовали эти ботинки длинным вечерним платьем И предусматривают возможность того, что вы отправитесь на художественную выставку Или на концерт Надежды Бабкиной, одевшись вот таким вот образом Если вы придете на лекцию ко мне, то эту шляпку я попрошу вас снять Большое вам спасибо, пожалуйста, возвращайтесь Спасибо, Евелина, на нашем сайте модный.тв Вы найдете все об авиамотивах в моде Александре и ее маме Гюлете пора отправляться в магазин За ними последуют стилисты, но только публика в зале решит, что из двух вариантов достанется Александре в подарок Оценить ее выбор, записаться на участие в нашей программе и выслушать модные советы Всегда можно по телефону Звоните смело с мобильного 0736 Какой же Сашенька вернется из магазина, все мы увидим очень-очень скоро Не переключайтесь, будьте с нами Это программа «Модный приговор» на Первом канале Мы слышим дело о голубом берете Итак, Александра вместе с мамой Виолеттой сходили в магазин за новыми нарядами Давайте посмотрим, как это происходило Все, внимание на экран Ты посмотри, какое платье Открытое Такие платья буду носить только, когда вернусь в своей фигуре Мне сейчас что, чтобы жирочки мои вот это облегало? Нет, я не Ну, поправилась чуть-чуть, ну и что? Будет как раз твои жирочки закрывать Посмотри, ну длинное, красивое Ну померяй, пожалуйста, как хорошо тебе Что хорошего? Руки Мне сейчас нельзя показывать руки Как раз ты худее кажешься Худее, ты посмотри Ну и что вот это вот торчит? Нет, нет, нет И расцвет клеток в холхозе Единственное, что мне здесь нравится, это, наверное, акцент на талии Вот что-то делает худее Я пошла тебе на уступки Никаких спортивных штанов Юбка, как ты хотела Но прикрывает все мои бедра Весь этот целлюлит мною надоедливый И вот такая маечка Юбочка, то, что нужно А вот эта футболка, ну, совершенно не подходит к данной юбке Почему? И короткая Юбка, она на талии, она высокая И поэтому футболка короткая Давай мы померим и посмотрим Кеды с футболкой Это какой-то кошмар Ты ничего не понимаешь в современной моде? Сейчас так модно, да Ну ты посмотри, ничего не облегает Но к юбочке должны быть другие туфельки, а не кеды Что, она кобута? И другая кофточка, а не футболки Не сломать мне ноги сразу же? Да нет, нет, нет Мне в этом комплекте все нравится Все сидит идеально Не согласна, только юбка Да, ну, действительно, сегодня кеды и кроссовки носят абсолютно совсем Так что мама была не права Посмотрим, как выглядит Александр Выходите Сашенька, вы очень хорошенькая У вас действительно складная фигурка У вас очень длинные ноги Плюс у вас хорошая линия талии Очаровательная грудка У вас действительно стройные ножки Но не по всей длине Вам не надо показывать все, что вот так сильно выше колена Если бы вы чуть-чуть ее приопустили Нельзя ее отдернуть Она поднималась Пока я сломала Чуть-чуть, понимаете? Все гораздо лучше Потому что нижняя часть ноги у вас такая стройная Такая элегантная И эти даже лодочки, которые мне совершенно не нравятся Потому что они все-таки для дамы взрослые Да, я тоже хочу Но они на вас хорошо сидят Тут вопрос в фасоне Фасон этот вам идет Просто, может быть, черный лак вам не нужен Выслушаем сейчас нашу гостю Независимого эксперта Екатерина Солистка Группы Айова Пожалуйста, что ты чужели? Главное, мне понравилось Ну что, я вот жирочки буду свои показывать В итоге талия у нас красивая там Ну все, мне нравится Талия есть Ну то есть в итоге талия есть Фигура есть Потрясающая фигура Сейчас посмотрела Ну вот такая челюсть Очень аппетитная фигура Не обязательно Сейчас просто Очень сложно Когда в интернете Везде тебе навязывают Один Один эталон Все худые Все красивые У вас есть гармония Но вот Такой взрослый Вы такая взрослая сейчас Да Мне хочется вас на вы называть Понимаете? А я вас старше Спасибо вам, Екатерина Приказович Переодевайтесь, дорогая Александра Поверили ваши оценки В отношении Очень взрослой комплектации Я с вами, Катя, совершенно согласна Но это совершенно нормально Когда мама одевает свою дочь Потому что дочь хочет носить юбку с кроссовками А мама не понимает Почему же это безобразие На сегодняшний день называется модой Разница поколений Это совершенно нормально Но маму никто не заставляет носить юбку с кроссовками А дочку никто не заставляет Надевать такие вот Несколько старообразные ретро-лодочки В комплекте с очень взрослыми нарядами Конечно, ей нужно что-то помоложе Спасибо большое, Эвелина Ну, а сейчас второй выход Александры Посмотрим на него Сашенька, вы мне очень нравитесь Нравитесь своим задором Своей целеустремленностью Своей профессией Своей семьей И даже одежда эта мне нравится на вас Что мне не нравится сказать? Как вы ходите? Вы совершенно не держите спину Ну, может быть, это надо при парашютном спорте Но когда вы хотите стать девочкой Надо ходить так, чтобы ваш дилижанс был чуть-чуть пребран Дилижанс? Да, да Вы поняли меня, да? Наш независимый эксперт Екатерина Солистка группы Айова Вот мне очень нравится этот комплект Вы нравитесь Вы красивая А комплект как-то не ваш Ну, как будто он не на вас шит Действительно, комплекты в магазине Редко шиты под кого-то конкретно Ведь портной не работал Дизайнер вас никогда не видел Это всегда очень абстрактно Просто в магазине надо всегда подобрать Вот то конкретно, что идет в вашей фигуре И по цветам подходит вам Переодевайтесь за кулисами Выслушаем сейчас Надежду Бабкину Ведь она же юбку выбрала Вы понимаете, какая вещь? И это уже перспектива Значит, если она понимает, что ей нужна юбка, платье То есть ей нужна женская одежда Нормально, значит, стилисты Она девочка Смогут ей помочь Она всему этому будет послушна Абсолютно я убеждена И у нее все получится Спасибо большое Уберите вам слово Только единство и борьба противоположностей Работают сегодня в комплектации Вот если наша героиня выбирает такой Охлопчатый бумажный С начесом Из, можно сказать, бывшего солдатского белья В комплекте к одежде Это значит автоматически Что аксессуары должны быть очень нарядными Есть еще один момент Чем меньше ты хочешь быть сегодня Если тебе до 30 лет Особенно Тем больше верхняя вещь должна быть на тебе Наша героиня страшно боится Вот этого размера на одежде Он ее пугает очень И поэтому она вредит себе Она приобретает Собственного размера вещь Возможно, меньше на размер Ей нравится цифра S Или M На лейбле А ей необходимо Вот этот вот топ Покупать размеры XL Для того, чтобы он был объемным И для того, чтобы он показывал Какая она хрупкая внутри Спасибо большое, Эвелина Ну а сейчас Третий финальный выход Я старалась Вы хорошенькая Но, вы знаете, вот я Чем больше смотрю на вас Тем больше понимаю, что вы родились Совершенно не в том веке И не в том десятилетии У вас фигура совершенная Белли Пок Вот в 900-е годы Грудь вперед Дилижанс назад Вы были бы просто Писаной красавицей Выслушаем сейчас Нашу гостью Солистку Группаева Екатерину Если говорить об этом комплекте То я бы еще добавила сюда Сеточку на руки Знаете, так Она пришивается к платью И как продолжение платья Будут руки такие Более аккуратные Вот у меня наоборот худые руки И я тоже На сцену Вот так вот Сеточка И красиво Спасибо вам, Екатерина Спасибо за ваше суждение Надежда, что вы скажете? Ты себе в голову В какую-то втемяшила историю По поводу того, что поправилась Мама борется с тобой Говорит, да ты что, ты красавица Ну и что, что есть Какие-то небольшие Там небольшие Килограммы прибавились И мама правильно делает Она просто переживает за тебя А ты в этой ситуации Комплексуешь И не можешь подобрать Такие одежды Которые ты хочешь Скрыть свои эти недостатки И у тебя все время Я не вижу Я себя не вижу в зеркале Я очень плохо выгляжу Я совершенно безобразная Это что такое? Ты выбрасываете Дурацкие комплексы Надо наслаждаться жизнью Здесь и сейчас Какая ты есть Понимаешь? Завтра ты другая После завтра ты третья И получай от этого Колоссальный результат Наслаждения Знаешь почему? Потому что молодость Она мчится А ты ее тратишь Не туда Спасибо большое Игорь Игорь На вашу оценку Будьте любезны Пока вы занимаетесь Этим спортом Пока вы держите Этот парашют Пока вы подтягиваетесь На турнике Ровно столько Сколько вы подтягиваетесь Пока вы не сушитесь А делаете объем Лучше Пусть будут рукава И еще один момент Не бойтесь размера Который больше Чем тот Который у вас в голове Не бойтесь этого Если на платье написано Что-то неприятное Но оно хорошо сидит Купите то Что хорошо сидит И спарите чертов ярлык Но то что вы прекрасны Видят все Невооруженным взглядом Грех наговаривать у себя Спасибо большое Эвелина Настало время Отправить Александру В волшебную комнату К стилистам Без всякого парашюта Смело летите В том направлении Есть Пожалуйста Ну А как изменят Александру Наши стилисты Все мы увидим Буквально через несколько минут Будьте с нами И не переключайтесь Диета Гелены Малышевой Сделана для тех Кто хочет правильно питаться И похудеть От всей души Желаю вам Быть стройными И красивыми В следующем программе Модный приговор На первом канале Мы слушаем дело О голубом Беретти Разве она похожа На девушку Я не могу Сейчас на себя В зеркало смотреть Я ненавижу Своё Своё Отражение Потрясающая фигура Сейчас посмотрела Ну это как Челес Грудь вперёд Тележанс Назад Вы были бы просто Писанный Красавец Итак Наша героиня Александра Сходила В волшебную комнату К нашим Стилистам Давайте посмотрим Как она сейчас Выглядит Аплодисменты Зала Александра Как вы себе Понравились Ну Непривычно Непривычно Мне кажется Парочку лет На меня накинулось Вот это Меня смутило Вы стали Юннее Вы стали Стройнее Вы стали Воздушней И женственней Что скажете Виолетта Я хочу сказать Что Мне Очень понравилось И платье Вообще Как ее Стилисты Преобразили Но Одели ее Обули ее В те самые Любимые Кроссовки Это очень модно Сейчас Сейчас это в тренде Вот я понимаю Она молодая Но никак понять Не могу для себя А это же не вам носить А ей Она молодая Это очень даже Привлекательно Есть такая Тендешка Что делать Спасибо большое Давайте Выслушаем Мнение Папы Спасибо большое Саша Ну То что конечно Спортивная форма Она удобная Вот Но иногда Чтобы почувствовать себя Женщиной Надо Одевать Платье Очень Платье Красивое Спасибо 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 вам За то Что вы подарили Роскошный букет Цветок А вы Моя юная Красавица Положите этот букет На стол И Ступайте Переодеваться Надежда Вам слово Модные цвета Яркие цвета Все Сегодня Это актуально Никто же не говорит Что ей надо Это носить 10 лет А сейчас Я думаю Что Самый раз Мне нравится Спасибо большое Увелина Вам слово Я бы честно говоря Тоже заменила Эти кроссовки На другой вид Спортивной обуви Более легкие Слепоны Потому что Характеристики Верха и низа Уж слишком Бьются Нечему Поженить их Если бы например Сверху было пальто Которое хорошо бы С кроссовками Коррелировалось Я бы Больше поняла Этот комплект Но поскольку Платье предлагается Увидеть Вот в его Естественном виде То конечно Хотелось бы Подобрать более Логичную обувь По отношению К платью Не обязательно Должны быть Туфли на шпильке Которых ожидает Взрослое поколение От такого платья Это могут быть Любые абсолютно Варианты Просто менее Профессионально Спортивные Чем кроссовки Пусть спортивного Типа Но все-таки Без этих элементов Бега На дорожке В зале Спасибо большое Глина Второй выход Александр АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александра Редко кому комбинезон идет так, как вам У вас такая стать Спасибо Подруга Ирина АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, тебе немножко не хватает Яркости Поэтому Цвети Пахни Распускайся Ты прелестна Неожиданно Очень И очень красива Спасибо Я тебя люблю Мне так понравилась Подруга Ирина А вы знаете почему? Она выглядит Как наша типичная Обвиняемая в модном приговоре Вас надо переодеть Обберите ее к себе Дорогая Выглядите отлично Светите И дальше Так Переодевайтесь за кулисами Спасибо Вам слово надежды Но мне не очень нравится Как на ней сидит комбинезон Если честно И Либо он ей маловат Высокий каблук Да Либо может быть другая обувь нужна Что-то не хватает Либо аксессуаров каких-то Что-то я не совсем поняла Если вот Моя позиция Более того Я абсолютно убеждена Что и ей это не нравится Спасибо большое Вам слово Велина Ну Я поддержу Надежду Георгиевну Я считаю Что необходимо Чтобы у этого комбинезона Была более широкая штанина Если мы говорим О такой длине Если мы говорим О такой обуви Но В случае Если мы подвернем Эти брюки И как раз Наденем вот сюда В этот комплект Кроссовки Из первого выхода Получится совершенно Другой контекст Спасибо большое Велина Третий выход Нашей подсудимой Александра Наумовой АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТЫ Понравилось ли вам? Честно. Честно. Ну, честно, мне не очень, опять же, потому что я очень взрослый выгляжу. Мне кажется, вот моей маме подошло бы суперски. Ну, хорошо. Выслушаем мнение вашей мамы. Готова ли она? Может быть, она как раз у вас его истибрит. Итак, Виолетта. АПЛОДИСМЕНТЫ Я обожаю смущения. Спасибо вам большое. Мы хорошие. Я хочу сказать, что мне очень понравилось. Потому что на самом деле в таком виде можно и в театр сходить, и куда-нибудь на представление. Замуж можно. Познакомиться можно с интересным, умным, молодым человеком. Высоким. Встройным. То есть, ну, красавица. Спасибо большое. Присаживайтесь, милая. Ой, вы выглядите все-таки чудесно. Мне очень нравится этот цвет пшеничный на вас. И ваша улыбка. Вы все-таки очень-очень непростая девушка. И дай бог вам счастья. Выслушаем сейчас модный приговор от Надежды Бабкиной, народной артистки России. Ты подсела на свои 55 килограмм или 56 в голове. Ну да, 56. И смотришь и думаешь, нет, все не так. Вот когда я была, да, знаешь, была, уже сплыла. Уже как есть, понимаешь? Да, уже как есть. Это замечательно. Ты потрясающей красоты, молодая девушка, потрясающая. И вот для этой красоты молодой тебе нужна одежда такая же, молодежная, звонкая, эффектная, где тебе ничего не страшно, ничего тебя не смутит в этой жизни, потому что у тебя настолько там все правильно внутри. Спасибо большое. Эвелиля, вам слово. Есть пара вариантов того, каким образом использовать и этот комплект. Ну, во-первых, ножницы никто не отменял. И в случае, если укоротить эту юбку, получится очень даже неплохой коктейльный костюм, который с теми туфлями, что вам подобрали стилисты, легко может работать. Абсолютно будет замечательно. Слушайте, если говорить, например, об остатках ткани, то тут и маме на топик можно выкроить легко. Она умеет. Абсолютно. Ну, на шарфик точно можно. Она справится. Сто процентов. В том, что предложили вам стилисты, есть логика, но, на мой взгляд, чисто пропорционально вы и ваш тип красоты заслуживает большего. Но, по крайней мере, есть определенная попытка прикосновения к каким-то другим девчачьим вещам. Только от одного у вас заклинаная. Ну, какие 56 килограмм при росте 178 сантиметров? Ну, о чем мы вообще говорим? Ну, что? Спасибо большое, Эвелина. Ну, что ж, а мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Гости в студии, голосуйте дворецкие, привезите вещи на подиум. Александр, оставьте букет цветов и клатч на столе. Подойдите в центр. Пожалуйста. Позвольте вас поздравить. Давайте повернемся лицом к зрителям, потому что они хотят на вас посмотреть, увидеть, какая вы красивая, статная, величественная, потрясающая молодая красавица. Скажите, Александра, вот сейчас, положа руку на сердце, что бы вы все-таки хотели получить? То, что вы подбирались мамой в магазине, вещи справа, очень элегантные, красивые вам идут, или выбор стилистов, который вам не так, собственно, и пришелся по душе, может быть, все-таки вещи справа вам будут практичнее, в дедовске они очень будут хорошо смотреться. Ну, если положить руку на сердце и говорить об этом честно, ну, то да, я склоняюсь к своему варианту. Ну, я надеюсь, так к тому и быть. Давайте посмотрим на результаты голосования. Интрига. Александра, 45% вместе с мамой и 55% в пользу наших стилистов. Наряды от стилистов. Вам в дар от программы «Модный приговор». Ну что ж, а если вы, так же, как военнослужащие ВДВ Александра Наумова из города Дедовска, захотите стать участником «Модного суда», заполняйте анкету на сайте Первого канала. Мода.1TV.ру. Сегодняшнее заседание закрыто. С вами прощаемся. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok